Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения вашему драгоценному вниманию, Ребекка Мун. «Лес рубят, щепки летят», читает Лора. Такой эпиграф я бы дала прошедшему солнечному затмению 20 апреля 2023 года. Оно откроет первый коридор затмений в этом году. Завершится коридор затмений 5 мая лунным затмением в Скорпионе. Основные участники этого солнечного затмения – Плутон, трансформация, Юпитер, расширение, Марс, действие, градус, Анореты, переход, стационарный Меркурий, информация. Солнечное затмение в последнем градусе Овна, градусе Анореты. Градус Анореты – это градус перерождения, градус перехода с одного духовного уровня на другой, что также подтверждает расходящееся соединение этого затмения с Юпитером. Но переход этот легким не будет. На это указывает аспект квадратуры затмения с Плутоном. Плутон, к тому же, находится на МС, середина неба, карты этого затмения. Трансформация – это цель. Последний градус знака, градус Анореты – это переходная точка, это ноль. Ноль – это пустота. Это ничто не определено. Это уже не там, но еще и не здесь. Это между – это только возможность, которая существует в потенциале. Как она будет использована, зависит от вашей воли в немалой степени. Энергия этого затмения смешанная. Овна – тельцовская. Марс-управитель данного затмения неадекватен, так как находится в раке, знаке своего падения. Действия под влиянием эмоций вообще действовать будет тяжело, так же, как и идти в воде. Чтобы действовать, придется что-то преодолевать. Меркурий в это же время останавливается и замирает. Он стационарен перед разворотом в ретродвижение. Стационарное положение планеты всегда ставит акцент. Тем самым в момент затмения Меркурий выделен и усилен. Это еще один шанс что-то исправить, доделать, вспомнить, остановиться и задуматься. Но долго раздумывать нельзя. Нужно принимать решение, используя энергию, высвобождающуюся под действием затмения. Нужно рубить свой лес, не жалея своих щепок. А иначе можно остаться щепкой в чужом лесу. Перефразирую эту аллегорию. Разрушайте изжившие себя сами. Иначе будете разрушены. Принимайте и создавайте новое. Данное солнечное затмение происходит вблизи северного узла. И потому ставит новые вопросы. Тогда как затмения южного узла часто имеют дело с переоценкой уже устоявшегося. Это гибридное, кольцеобразно-полное солнечное затмение. Гибридное солнечное затмение – это редкое явление, во время которого тип затмения на разных участках меняется с кольцеобразного на полное и обратно. Гибридное затмение происходит, когда видимый размер Луны точно совпадает с размером Солнца для наблюдателя Земли. Это затмение сложное и всеобъемлющее. Полное затмение действует больше на государства, нации. Кольцеобразное больше на отдельных личностей. Это же затмение гибридное. Оно действует на все. Это 52-е из 80 затмений 129 Саруса. Оно уже не молодое, достаточно взрослое, в своей семье затмений. Предыдущее затмение этого цикла – Саруса 8 апреля 2005 года. Возможно, вы можете вспомнить, что тогда происходило в вашей жизни. Между этими событиями есть параллель. Следующее затмение этого Саруса – в апреле 2041 года. Желаю вам найти в себе силу для этого нелегкого перехода. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!